В Астраханской области распустились лотосы. Долгое время в нашей стране они были на грани исчезновения, и вот теперь в дельте Волги зацвели целые поля. Любоваться на всю эту красоту едут сотни туристов. Репортаж Елена Пич. Любите ли вы лотос, как любят его астраханцы? Нет? Значит, видели только на картинке. Заросли выше человеческого роста, огромные блюда листьев и нежные цветы размером со сложенной ладони. Так и тянет прикоснуться, вдохнуть аромат и сфотографировать. На это цветочное шоу едут со всей страны. Тем более, что в этом году небольшая плантация появилась прямо в центре Астрахани. Звезда Востока. Восток же всегда всех манит, а тут в центре города. Такое неожиданное. Выросло. Нежный он такой, из розового в белый выходит. Красиво. Но настоящие ценители отправляются в дельту Волги. Там можно увидеть целые поля лотоса. Добраться туда можно только на лодке по живописным протокам, которых здесь сотни. Люди не знают, что это такое лотос и поля. Приезжают, ужахаются. Батюшки ездят куда-то отдыхать. А когда у нас здесь такая прелесть, он привлекает и запахом, и видом. Цвет у него хороший и запах очень хороший. Надо женские духи с него делать. Почувствовать сладкий аромат лотоса, растущего в дикой природе в России, можно только на Дальнем Востоке и в Астраханской области. Здесь его впервые обнаружили ученые в начале прошлого века. В 1912 году сюда была организована экспедиция научная с целью оценить вообще природные запасы дельты. В те же годы была обнаружена заросля лотоса. Она была очень маленькая. Всего одна была обнаружена. И площадь ее составляла всего четверть гектара. Чтобы сохранить редкое растение, защитить рыбные запасы и птичье многообразие, был создан Астраханский биосферный заповедник. Здесь такая зона покоя, что наше вторжение вызывает прямо-таки скандал. Орлан-белохвост срывается навстречу, распустив полутораметровые крылья. Громко выражают свое недовольство к рачке. Они сейчас как раз высиживают птенцов, качаясь в гнездах прямо на островках водной растительности. Лебеди, цапли, пеликаны все находят в себе и кров, и корм в зарослях тростника и лотоса. Когда этот роскошный цветок отцветет, на его месте окажется вот такая кубышка. Здесь вот эти точечки – это лотосовые орешки. Они, конечно, станут коричневые, твердые, но вот в такой стадии, так называемой молочной спелости, их можно даже есть. Если их очистить от зеленой кожуры, то больше всего по вкусу они напоминают нежареный арахис. Правда, здесь в заповеднике такое гастрономическое любопытство под запретом. Тем более нельзя рвать цветы. Да это и было бы кощунством. Вне реки лотос не проживет и часа. Зато ученые продолжают изучать уникальное растение. Попадая на лист лотоса, вода становится похожей на ртусь. Она легко скатывается и оставляет лист совершенно сухим. Современные ученые подсмотрели это и назвали эффектом лотоса. Теперь это используется для создания водоотталкивающих тканей. Сколько квадратных километров серо-зеленых зарослей еще покроется розовыми цветами этим летом в Дальте Волги, и не могут точно подсчитать даже здесь, в заповеднике. Но уверены, вычеркивать из красной книги лотос нельзя. Никто не знает, не случится ли так, что завтра он начнет катастрофически уменьшаться так же быстро, как он и разрастался. Но пока, шутят местные жители, все самые знаменитые астраханские бренды появляются строго в соответствии с природным расписанием. В мае вобла, в июне мошка, в июле арбузы, в августе лотосы, что называется на любой вкус. Елена Пич, Александр Вихтинский, Дмитрий Орехов, Первый канал, Астраханская область.